Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Как и всегда, в 9.30 по московскому времени, в прямом эфире через приложение Перископ. Разбираем события минувшей торговой сессии, анализируем и смотрим, как они повлияли на движение тех инструментов, которыми мы спекулируем. Ну, вчерашний день, конечно же, отдельные активы показали более выраженные движения, другие менее интересные. Мы продолжаем особенно, может быть, даже несколько предвзято следить за тем, что происходит с британцем, потому что ждем вот этот саммит по Brexit и ждем все-таки, что на рынке должны быть обозначены подробности, потому на каком этапе сейчас находится именно процесс переговоров и есть ли еще надежда на Brexit, хотя, друзья, я с плохими новостями сегодня, ну, с плохими новостями, может быть, больше даже для покупателей. Судя по всему, действительно, речь пойдет о жестком процессе выхода Англии из состава ЕС, потому что об этом сейчас говорят очень много среди высших эшелонов власти, допуская то, что сейчас, опять же, Европейский Союз даже первый раз за долгое время признал то, что переговоры как никогда близки уже к окончательному провалу. Не хочу уж слишком мотивировать только лишь на продажи британца, конечно же, в конце концов, может произойти чудо, соглашения могут достичь, и это уже станет причиной серьезного роста британца. Ну, здесь уже мы с вами неоднократно убеждались в том, что нужно занять для себя какую-то позицию, работать с теми комментариями новостным фоном, которые на рынке есть, и на основании этого строить уже ожидания субъективные, потому что с британцем может произойти дальше. Вы знаете, что с учетом такой позиции я разделяю только одну возможность для дальнейшего движения фунта, это возможность ловить его ниже текущих значений. К повестке текущего экономического календаря день обещает быть очень жарким, при этом мы будем следить одновременно за рядом инструментом, потому что по британцу сегодня, по европейской, по доллару, по нефти сразу же локальный, скажем, есть катализатор в виде отдельных отчетов, статистики, непосредственно влияющие на вот эти активы. Начнем мы с статистики по Англии, это данные по инфляции. Традиционно идут в связке сначала отчет по заработным платам, потом отчет по инфляции. Мы их споставляем с вами и на основании того, в принципе, что превалирует инфляция, либо темпы роста заработных плат, переходим с вами к выводам относительно того, что будет с монетарной политикой дальше и с процентными ставками. Это для Англии. В 11.30 мы сегодня ждем отчет по инфляции. Вчера видели и наблюдали за статистикой по рынку труда Англии. В целом то, что уровень роста заработных плат оказался, включая премии, на максимум за 10 лет, это несколько вдохновило покупателей, потому что такая статистика позволила говорить о шансах, скажем, роста процентных ставок в перспективе ближайших трех месяцев. Хотя, конечно же, это абсолютно невероятно. Если бы у нас не было политического фона в виде Брэкзита, я, может быть, скажем, возглавил вот этих покупателей, считая то, что на ожиданиях роста процентных ставок можно делать предварительно, опять же, расчет, прогнозировать рост британца и придерживаться такой позиции. Но я вижу куда большее воздействие на британца касательно со стороны Брэкзита. И надеюсь, вы понимаете, что конкурировать с таким важным политическим вопросом статистики просто невозможно. В 11.30, еще раз повторюсь, сегодня разбираем отчет по инфляции. В 12.00 по московскому времени это данные по индексу потребительских цен, то есть тоже инфляция в рамках еврозоны. Особенно последим за плазовым значением индекса потребительских цен. Уже не раз убеждались в том, что показатель никак не может прорваться выше единицы, какой-то там сдерживающий потолок. И насколько бы не складывалось, вроде бы как хорошо, иногда, периодически в рамках еврозоны экономическая конъюнтура, все равно у индекса не находится весомых оснований, чтобы, опять же, двигать уже в район 1,5% и 2%. Поэтому держимся мы в районе единицы и периодически даже отступаем ниже. По тому, как это повлияет на будущее решение ЕЦБ, тоже касательно повышения процентных ставок. Я думаю, что те из вас, кто вместе со мной наблюдает за статистикой, знают то, что низкие значения инфляции, скромные инфляционные ожидания по росту, это очень весомый повод, из-за которого ЕЦБ не вернется к росту процентных ставок и не станет, опять же, демонстрировать свою уверенность в том, что время для этого пришло ранее, я думаю, 2020 года. Я даже не верю в 2019 год, что такие решения могут приниматься, потому что в целом ситуация в рамках статистики оставляет желать лучшим. У нас еще есть и политические тоже очень спорные моменты и с той же самой Италией. У нас есть еще и ожидание того, что после Китая Штаты перекинутся на Европейский Союз, продолжая проводить ихнюю политику протекционизма, направленную на защиту национальных производителей. И в отношении еврозоны такая политика чревата новыми таможенными тарифами на автомобили европейские. После отчета по инфляции переключаемся на статистику по запасам нефти в 17.30 по Москве. И в 21.00 сегодня у нас протоколы последнего заседания американского регулятора. Для тех, кто верит в рост доллара, сегодня очень хороший день, знаменательный в плане того, что в случае подтверждения позиции американского регулятора, позиции готовности повысить ставку еще один раз в этом году, в декабре, интерес к доллару может поспособствовать тому, чтобы американе целыросли против риска и против защитных оппонентов. Я где-то в глубине души, друзья, очень хочу видеть доллар дорогим. И знаю то, что пройдет немного времени, и мы вернемся к этому тренду восстановительного восходящего движения. Ралли только начинается. Но сейчас вот в рамках текущей торговой сессии, в рамках оставшихся дней этой недели, есть серьезный политический нюанс-форс-мажор, это переговоры по Брэкзиту. И вот эта вот тема, ее не нужно недооценивать, и в плане позитива, и в плане негатива может очень сильно либо улучшить настроение, либо, напротив, подпортить. И если все-таки ситуация будет развиваться по сценарию жесткого Брэкзита, то есть паника, которая может разразиться на рынках, приведет не к росту доллара. Доллар проиграет против иены, против франка, и вот это, пожалуй, единственный риск, который сейчас нужно иметь в виду, его нужно допускать. Но это риск краткосрочного характера, потому что, в конце концов, настроение быстро стабилизируется, и хочешь, не хочешь, но мы вернемся с вами к идее роста процентных ставок, коммунитарной политики в рамках штатов, а это идея, которая, в конце концов, будет приводить к росту доллара. Поэтому еще раз повторяю, друзья, то, что доллар-иена, возможно, уже пара, которой вы торгуете, нужно сохранять длинные позиции, я лично это делаю. Если вы еще не торговали этим дуэтом активов пока, не нужно дергаться, и не нужно торопиться, особенно с учетом такого новостного фона. Лучше уж переждать еще недельку, а на следующей неделе вернуться к тому, что может произойти с парой доллар-иен, и вернуться к тому, чтобы демонстрировать свою первичную торговую активность. Ну, теперь давайте подробнее. Нефтянки 81.31 – это закрытие минувшего дня, 81.44 – сейчас. В целом продолжаем ходить в районе 81, чуть выше 80 долларов за баррель такой психологической планки. Если оценивать новостной фон, то сейчас, возможно, то, что способствует сохранению интереса к нефти, обусловлено вот этим дипломатическим скандалом, о котором мы говорили вчера, между США и Саудовской Аравией. И, в частности, Трамп действительно пригрозил жесткими мерами Саудовской Аравии, если, в конце концов, будет доказана причастность королевства к смерти, собственно, журналиста Washington Post. В последний раз его видели, опять же, в посольстве Саудовской Аравии, Турции. Пока что у меня подробностей, друзья, нету. Вроде бы, как, конечно же, расследование идет, но, судя по тому, что рынок немножечко отпустил эту тему, мы не видим серьезных движений. Видимо, все в конве каких-то ожиданий, и никто не торопится, опять же, делать неправильных выводов. И, наверное, поскольку понимают, что ситуация разрешится довольно быстро, и станет очевидно, что, возможно, причины этого отнюдь не политические, и не нужно, скажем, раздувать из этой темы полноценный дипломатический скандал. Как только это будет все-таки осознано рынком, мы с вами убедимся в том, что рынок решился еще, рынок нефти, еще одного фактора поддержки, в принципе, их не так уж и много было в последнее время, только лишь локальные такие, знаете, накатами, что с ураганом Майкл, то есть, появился, сошел на нет. Такой же скандал, не имея временное воздействие на нефтянку, никак не влияет на долгосрочные перспективы нефти. А вот в отношении долгосрочных перспектив мы делаем ставку на то, что рынок переоценил раннюю угрозу дефицита, его не будет. Мы делаем ставку на рост добычи, даже видим признаки перенасыщения на фоне более слабых темпов роста мировой экономики. Сейчас мы фокусируемся на статистике по запасам нефти в США. Сегодня в 18.30 по Москве выйдет этот релиз. Если руководствоваться логикой прошлых недель, что низкие показатели, низкий процент загрузки производственных мощностей на нефтеперерабатывающих заводов, в том числе и за техническое обслуживание, если этот новостной фон остается таковым, и НПЗ еще не вернулись к своей полноценной загрузке, я уверен, что этого не произошло. Как минимум еще месяц, чуть больше даже будем работать с периодом более низких объемов по спросу на сырье, соответственно, запасы будут увеличиваться. Три недели у нас уже было по росту запасов, в этой неделе может стать четвертой. Поэтому я уверен, что сегодня мы увидим статистику со знаком плюс, и сегодня, когда, собственно, эти данные будут опубликованы, рынок нефти может снова сплотить продавцов, которые предпринят очередную попытку затащить бренд ниже 80 долларов за баррель. Доллар и иена очень активно мы начали вчерашний день, на азиатской сети уже росли, рост продолженств на европейской, на американской, без каких-либо откатов, выше 112 ушла валютная пара, 112,25 примерно сейчас в котировке мы наблюдаем. То есть весь негатив, который был связан с хроничными продажами, не дотянувшими до оптимистичных ожиданий роста 0,5%, реальный показатель оказался на отметке 0,1%, спрос на защитную иену в виде вот этого дипломатического скандала и отсутствия прогресса по Брэйзиту. Все это сейчас нивелировано, уже и трейдеры фокусируются на протоколах. Можно много говорить о том, какие отдельные тезисы будут обозначены, но все это, друзья, не имеет ровным счетом никакого значения, потому что идея, она прослеживается в каждом заявлении, в каждом комментарии представителя американского регулятора. Это идея практически единогласного желания еще раз поднять процентную ставку в рамках Федрезерва, каткосочных, собственно, ставок федерального фондирования на фоне прогресса, который уже удалось достигнуть по рынку труда и по инфляции. Поэтому, если обойдется без негатива по Брэйзиту, то доллар вот так вот полномерно продолжит свое восстановление и будет уже претендовать на реализацию еще одного этого витка восходящего движения и, в конце концов, ухода выше 113-114 иен за доллар. Поддержку доллару продолжают оказывать трежерис. По немножечку мы отрастаем от минимума вчерашнего дня, 3,16 в десятилетки. Сейчас уже по доходности промышленное производство. Вчера по штатам вышло тоже хорошее 0,3% роста. Продолжаем копить сильную статистику и убеждаться в том, что текущие циклы экономические в плане позитива – это циклы, которых американская экономика не видела по отдельным показателям несколько десятилетий. И сейчас, складывая все воедино, действительно очевидно, что экономика США на подъеме, и это должно провоцировать изменение определенного характера процентных ставок, и логичным образом это должно подпадить к росту доллара. Евро против доллара 1,1556 европейская валюта. Я надеюсь, друзья, вы еще раз убедились в рамках статистики вчерашнего дня, что не на что стоять в плане роста. Кто-то говорит, что профицит торгового баланса, статус валюты фондирования и скорое повышение процентной ставки – это все, что должно обеспечить рост безудержный евро до отметки 1,30. Ну какой бред, друзья. Даже не хочу обсуждать сейчас вот эти перспективы. Я не ручаюсь, что европейская валюта, конечно же, не вырастет, но рост евро, если и последует, то только не на этих факторах, а может быть на чем-то еще. Пока что у нас лишь в формате предположений, что это еще может привести к росту евро. Я предлагаю работать с тем, что уже сейчас должно бить по его позициям. Это статистика. Вчера у нас индекс настроения ЗИЮ, оценка экономических условий, там минимальное значение отдельно по отдельным индикаторам за много месяцев, а по бизнес настроению, по-моему, за много лет. ЗИЮ по еврозоне в целом тоже спад до практически минус 20, тоже не припомню, когда в последний раз были такие слабые цифры. Юнкер вчера отметил, что если, собственно, в ближайшее время, в конце концов, будет принята позиция Италии по дефициту бюджета на 24%, это может спровоцировать хаос в еврозоне, потому что другие страны Европейского Союза, которые вынуждены сейчас мириться с жесткими требованиями Европейского Центрального Банка, другие страны восстанут в прямом смысле. Как это так? Италию можно, а нам не делать. Мы как раз с вами говорили об этом, а вот сейчас это же самое повторяют чиновники Европейского Союза. Италию не списываем со счетов. Это очень еще болезненная тема. И вчера, друзья, Европейский Союз первый раз за долгое время вернулся к теме возможных таможенных тарифов со стороны Штатов в отношении ихнего автопрома. В целом, риторика была довольно жесткой. В частности, Европейский Союз планирует тоже огрызаться, как Китай, если Штаты все-таки пойдут на это решение. Но мы-то с вами прекрасно понимаем, к чему приведет такая недально видная политика. Да и в целом, если Штаты обложат импортными пошлинями автомобили, как это предполагалось с Трампом, то производственный сектор Германии и еврозоны просядет еще сильнее, очень сильно ухудшится торговый баланс. А что произойдет с настроениями бизнес-элиты, я и вообще сейчас не хочу даже задумываться, все будет очень плохо. Поэтому по еврозоне мы лишь констатируем сплошной негатив со всех сторон. Еще и доллар поджимает. Фонд против доллара 1.3174 сейчас котировки. Поддержку фонд получил на сильных данных по зарплатам. Сегодня ждем показателей инфляции. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос до 2,8%, что более чем логично на фоне роста цен на нет. Соответственно, повышение инфляции над ростом зарплатных плат, то есть более опережающие темпы восстановления, свидетельствует о необходимости вмешательства через повышение процентных ставок, потому что рост зарплатных плат – это признак роста инфляционных ожиданий, и эти инфляционные ожидания нужно тормозить. Но, опять же, я не думаю, что Банк Англии сейчас может позволить себе повысить процентные ставки, когда настолько напряженными являются переговоры по Брекситу. И если, в конце концов, Англия потеряет связь с таможенным союзом, Европейского союза, простите за топологию, это, и если еще вдобавок, всему прочему, Банк Англии повысит процентную ставку, но вот это наслоение, оно будет настолько катастрофическим, по-моему, для, опять же, и домохозяйства, и внутреннего бизнеса, что последствия, которые ранее нам говорили, вот этого выхода, сопоставимые с последствиями, негативными последствиями кризиса 2008 года, это будет еще мягко сказано. На самом деле, Англия может оказаться в таких условиях, в которых никогда не оказывалось. И, безусловно, сейчас Банк Англии предпочтет все-таки дождаться разрешения вот этого политического вопроса по Брекситу, возможно, даже предпочтет дождаться соглашения. Я не знаю, когда оно будет принято. Но только после этого можно будет вернуться к идее вмешательства в текущие процентные ставки. Поэтому на локальный позитив, возможно, сегодня в случае сильных отчетов, точнее, в случае роста инфляции, можно рассчитывать, но баллом все равно будет править новостной фон по Брекситу. Если негативный фон и комментарий будут такого же содержания, как и раньше, о том, что соглашения нету, то, в конце концов, выше планки 1.32, 1.32.50 он так и не прорвется. И будет сохранять, опять же, потенциал нисходящего движения. Новозеландец 0.65.87. Друзья, растем. Как и было все-таки обозначено в соответствии с нашими ожиданиями. Думаю, что уйдем еще выше. Цель 0.67. В принципе, пока ориентируемся по Новозеландцу. Основной акцент пока что связан с сильными данными по инфляции. Не будем уходить в негатив с Китаем. Австралийцы против доллара. Здесь работе в снижение 0.7136. Впереди у нас еще отчет по рынку труда. И это, пожалуй, последний шанс сейчас локально увидеть более слабо австралийцев. Если рынок труда не приведет к снижению ближе к 0.70, больше уже мне будет лично неинтересно следить за австралийцем, потому что очень вялая динамика, которая нами наблюдается на протяжении многих месяцев. И сколько раз мы приближались к цели 0.70, но так нам не удавалось ее протестировать. Американский фондовый рынок растет на очень неплохом начале сезона квартальных отчетов. В частности, Morgan Stern, Goldman Sachs поддержали банковский сектор, технологический сектор также прибавил. Ну и из-за локального роста нефтянки энергетика тоже приподняла котировки и общую капитализацию американской фонды. Но, друзья, это лишь, на мой взгляд, коррекция после той серьезной распродажи, которую мы видели накануне. Негативные настроения остаются прежними. Достаточно вспомнить, из-за чего вообще пошло вот это прошлое ралли. И когда вы осознаете, что причина связана с ростом доходности американских облигаций, вы убедитесь в том, что доходности никуда не делитесь. Они остаются на высоких значениях. И если уж старт сезона квартальных результатов хозяйственной деятельности так поддержал настроение, то стоит только выйти одному негативному отсчету, как настроение окажется снова в нулевой зоне. Поэтому я предлагаю ловить коррекцию по Dow Jones, U.S.A. 30. Сделка Cell Stop с отметки 25 550 пунктов. Прям продаем и ждем отметки примерно 25 200, 25 250. Хорошая цель, друзья. Я думаю, что на потенциале дальнейшего снижения американской фонды можно взять хороший профит. Также не забывайте, что сегодня протоколы, которые, конечно же, повлияют на американский фондовый рынок. Если раньше многие сектора, прежде всего банковские, негативили из-за более высоких процентных ставок, то сегодня мы как раз можем получить еще один сигнал того, что ставки будут повышаться дальше. Вопрос на засыпку, металлический. И как на это реагирует фанда. Я думаю, что протоколы сегодня могут стать причиной дополнительных распродаж американского фондового рынка. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра, как всегда, в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.